Не в мегапикселях счастье, да, а счастье в Xiaomi представила свой подбренд. Чемпион просто по количеству камер, потому что сейчас у нас есть только... И они будут вроде как более конкурентоспособны с тем же Xiaomi и Huawei. Привет всем, друзья! Вы на канале QQ.ru, Андрей. И мы на канале подводили перед Новым годом, в самом итоге, так сказать, 2018 года. Некоторым это понравилось даже, мы подумали, что, может быть, продолжать что-то в подобном стиле. 2019 год начался, и чего ожидать, да, у нас 2018 год прошел под знаком. Продолжаем делать челки, продолжаем плодить камеры и так далее. Ну, Huawei продолжил, собственно, моду на камеры. Уже многие у Huawei переняли вот эту моду на разноцветные корпуса, да, то есть это и Samsung, и Xiaomi, и Meizu, Nokia. Все, все просто переняли. Чего мы в 2019 году, наверное, прежде всего, больше ждать будем. Вот вообще смартфонов. Очень знакомым телефоном получился OPPO X17 Pro. Камера с изменяемой диафрагмой, супербыстрая зарядка и датчик отпечатка в экране. Наверное, вот датчик отпечатка в экране, прежде всего, стоит ждать у всех, наверное. Ну, ждем, конечно же, отказ от челок, потому что... Представлено же Galaxy A8s с дыркой вместо челки. Ждем Galaxy S10, причем, по слухам, есть даже три смартфона Galaxy S10. И вернется Galaxy S10 Lite, Galaxy S10 Mini. Все больше производители будут отказываться от разъемов под наушники. По слухам, Meizu готовится придать этот стан, хотя многие покупали Meizu из-за того, что... Ну, в принципе, компания начинала с плееров, свой бизнес. И продолжала вплоть до Meizu Pro 7 серии ставить выделенные аудиопроцессоры на звук, да. То есть, Meizu 15, Meizu 16 уже были не такими смартфонами, хотя Meizu 16-й, 16TH, и все еще имеет усилитель отдельный. А в качестве аудиопроцессора используется встроенный Snapdragon-овский модуль. И вроде как отказ Meizu от разъема под наушники, это, конечно, будет зашквар. Я очень надеялся, что Meizu 17-й, например, получит уже NFC, и тогда можно купить. Но если он будет без наушников, разъем под наушники. Хотя, кого я обманываю, я вот уже привык, я уже даже купил себе беспроводные наушнички. Не вот эти вот затычки мерзкие, которые не умеет aptX даже поднимать еще, а вот обычные, нормальные, беспроводные, но с проводочком, да. Кого я обманываю, конечно, я уже тоже прихожу на эту моду с Bluetooth-наушниками, но, как мне кажется, это втратский мод. Все еще кажется. Ну, это, наверное, касается таких общих слухов. А если углубляться в какие-то частности, конечно же, ждем, что Samsung сейчас вроде как ополнились, их очень активно тестит Huawei. И сейчас, по слухам, Samsung будет более активно развивать свои более дешевые смартфоны, те же самые Galaxy J, Galaxy A-серия. И они будут вроде как более конкурентоспособны с тем же самым Xiaomi и Huawei. То есть там где-то в районе 15 тысяч можно будет уже взять такой неплохой, вполне производительный Samsung. Будет, на самом деле, интересно, потому что, как ни крути, у Samsung много поклонников, много сильных сторон. И действительно, это там все еще топ-1 в мире все-таки, да. То есть это касается и телефонов, и кучи бытовой техники. Поэтому надо сказать, что, конечно, то, как решит, поменяет свою маркетинговую стратегию Samsung, может определить и, опять же, движение рынка. Конечно же, уже все знают, Xiaomi представила свой подбренд, да. Redmi теперь официально это второй бренд Xiaomi. То есть интересно будет посмотреть, как это будет. Потому что Huawei говорил, что вот мы будем Huawei, мы будем выпускать дорогие телефоны, топовые. А будет Honor, и он будет выпускать только более дешевые телефоны из среднего уровня. В результате мы видим и кучу Huawei, и кучу Honor. Они все одинаковые, отличаются там буквально модулем камеры. Причем есть недорогие Huawei, есть дорогие Huawei, есть недорогие Honor. Нету очень дорогих Honor, но есть дорогие Huawei. Посмотрим, вроде как Xiaomi теперь будет дорогими, мильнейка, да. То есть и будет Redmi недорогие. Многие стали анонсировать, и Meizu уже анонсировали, Xiaomi Redmi Note 7, 48 мегапикселей камера. Ну, ребят, как бы давно уже нормальным людям известно, что не в мегапикселях счастье, да. Да, счастье в площади пикселя, счастье в светлой диафрагме нормальной и с показателями. А мегапиксели это от лукавого. Нормально умеет снимать камеры на 12 мегапикселей. Поэтому еще одна тенденция, наверное, которую мы с 19-го года будем наблюдать, по крайней мере, в первой половине. Это массовый выпуск смартфонов с 48-ми мегапиксельными камерами, которые, я уверен, не будут снимать лучше, чем 12-мегапиксельные, которые сейчас можно купить за 20-ку. Это, конечно, мы протестируем обязательно. Ну, и, конечно, еще одна тенденция, конечно, 12-го года будет больше камер. Нам нужно больше камер, помимо мегапикселей. Во-первых, Nokia 5. Вроде как сейчас в январе уже представят 5 камер. Чемпион просто по количеству камер, потому что сейчас у нас есть только Huawei с тремя камерами, Samsung с четырьмя. Кстати, мы знаем, что они достаточно бестолковые. Это Galaxy A9. И вот ждем Nokia 9 с 5-ю камер. На самом деле, мне очень интересно, что же они там сделают, потому что в разработке камеры плотно принимает участие Carl Zeiss, компания, которая собаку съела на камерах, как мы знаем. И, конечно, будет интересно посмотреть. В общем, на самом деле, интересно будет посмотреть на 2019 год, потому что оживает Lenovo, оживает и живет, продолжает жить ZTE, приходит на российский рынок и развивается Oppo. У нас скоро моделечка Oppo AX7, обзор и Oppo A7 для азиатского рынка. В общем, очень интересно будет посмотреть на 2019 год именно с точки зрения растущей конкуренции. Да, понятно, у нас есть все те же игроки рынка. Это Samsung, это LG, которая вроде как Q-серию обновит. Это Nokia, опять же, расширяющаяся. ZTE возвращается, расширяет свое представительство, потому что из-под санкций их все-таки вывели. Lenovo решила вдруг все-таки взяться за голову и попытаться что-то как-то делать. Xiaomi теперь есть, Xiaomi есть, Redmi отдельной линейки. Кстати, у Xiaomi есть еще, они выкупили компанию Meitu. Не путать с Meizu, есть Xiaomi Meitu. Посмотрим, что вообще это тоже даст интересное. В общем, много чего будет происходить на рынке, и мы за этим обязательно будем следить, и интересные модельки мы будем брать. Единственное, нам часто пишут в комментариях где-нибудь, будет ли у вас обзор какого-нибудь Razer Phone или что-нибудь такое. Ребят, мы не занимаемся обзорами тех телефонов, которые вот покупают просто две колейки, потому что Razer Phone и покупают два колейки. Но кто, извините меня, кто купит телефон без нормальной поддержки, с непонятным дизайном, за косарь баксов, и как бы за косарь баксов много чего купить можно, да, Samsung'ов куча, Oppo, Xiaomi, Huawei, всего можно накупить просто и так далее. Зачем брать компанию, которой вообще никто. Ну и, конечно, пожалуй, если у вас есть пожелания к тому, как развивать наш канал, потому что 19-й год для нас это повеленно опять же будет год изменений, мы хотим немножко поменять формат, сделать его более интересным для вас, больше контента интересно, поэтому пожелания есть какие-то есть и интересные идеи, пишите, мы обязательно их учтем. Для нас 19-й год и для рынка год наблюдений и изменений. Я думаю, это будет интересно. Поэтому оставайтесь с нами, подписывайтесь на наш канал, если это еще не сделано, подписывайтесь на наш Инстаграм, Инстаграм у нас тоже очень сильно поменялся, теперь там выкладывают кучу различных фотографий с разных камер. У меня, ну, не могу сказать, что кривые руки, но все-таки у человека, который теперь ведет наш Инстаграм, прям, надо сказать, прям талант, наверное, сделать хороший снимок почти со всего, что угодно. Поэтому он берет телефон какой-то случайный на складе и идет с него делать какие-то случайные снимки. И получается очень здорово, поэтому подпишитесь на Инстаграм, там не так часто выходят какие-то посты, но это интересно. Поэтому не пропускайте. На этом, пожалуй, с вами хочу попрощаться. С надеждой смотрим в 19-й год. Для меня это тоже очень знаменательный и интересный год будет, помимо обзоров именно. На этом, пожалуй, все. С вами был Андрей, QH.RU. Пока. Про Apple? А что про Apple? Ну, я же там, где прям стоял, ждал. Здравствуй, Андрей. 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 Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...